Всем привет дорогие друзья, меня зовут НДН Дэна, а это вновь канал по кубикам Кубачевский. И в сегодняшнем видеоролике я вам расскажу о том, как установить Optifine на фабрик-версию Майнкрафта. Может показаться так, что эта тема довольно простая и тут нет никаких проблем. Ну в принципе это так, но тут есть некоторые нюансы, с которыми могут возникнуть некоторые трудности. Так что давайте с вами всё это разберём. Но для начала давайте поясню, что такое вообще Optifine и что он нам позволяет делать. Во-первых, при установке Optifine у нас в Майнкрафте появляются дополнительные настройки графики. То есть, которые мы можем настроить, настроить Майнкрафт более тонко и тем самым его немного оптимизировать и придать чуть больше фпс нашей игры. Ну и конечно же самое главное, для чего обычно устанавливают Optifine, это появление шейдеров. То есть, установив Optifine мы можем включить шейдеры в Майнкрафте. Вот, тут появляется у нас специальная кнопка и мы сделаем Майнкрафт вот таким вот красивым. Скажите, ведь здорово, да? И в общем, сейчас мы перейдём к установке Optifine, но прежде я бы хотел вас попросить поставить лайк на видео, если у вас всё удастся. Ну и конечно смотрите видео внимательно, ребят. И подписывайтесь также на канал и также заглядывайте к нам на стримы, ребят, у нас весело. Ну что ж, перейдём непосредственно к установке самого Optifine. Но знаете, что здесь не так всё просто, Optifine просто так не становится на Fabric, он с ним не работает. Для того, чтобы он начал с ним работать, нам необходимо установить специальный мод Optifabric. Ну и конечно же Fabric API, чтобы вообще этот мод работал. Значит, я в описании оставлю ссылку на него, но сам же я ищу его на сайте Курсфордж. Ребят, всё-таки я рекомендую, чтобы вы сами учились искать на этом сайте моды, так как вам это очень пригодится. Значит, я перехожу на сайт, на главной странице сайта, и я выбираю игру Minecraft, естественно, никуда не Warcraft. И здесь выбираю раздел Mods. Здесь я выбираю название его, пишу. Я пишу Optifabric. Он у нас находится, я его выбираю, далее захожу в раздел Files, и далее здесь выбираю свою игровую версию. В данный момент играю на версии 1.18.1, вы выбираете свою игровую версию, и уже скачиваю её для себя. Ждаю небольшое время рекламное, и после скачивания файла я просто беру и перетягиваю его в папку своими модами. Вот таким вот образом я её перетягиваю, но он у меня уже есть, естественно. Поэтому у меня с планеткой 1, я его просто удалю, то есть у вас будет он чистый. И также нам необходим API, который вы должны были до этого установить. Всё, теперь считайте, у меня Optifabric стоит. Нам теперь необходимо скачать также и файл Optifine. Вообще рекомендую скачивать Optifine с официального их сайта. То есть я опять же ссылку оставлю в описании под видео, вы на него переходите. И здесь видим кнопку Dovan Loads. Здесь мы выбираем Show All Version, посмотреть все версии. И здесь опять же выбираете свою игровую версию. Я же опять играю на 1.18.1, и поэтому скачиваю именно её. Ждём небольшую рекламу, пока будет доступен пропуск. Так, 3, 2, 1, дождались. Скипаем рекламу. У нас начинается, нифига не начинается. Теперь мы скачиваем файл. И после его также берём и перетягиваем в папочку Mods. Потом берём просто Minecraft, мы закрываем. Тут файл мы также перетягиваем в папку Mods. И после я выбираю свою игровую версию 1.18.1, и её просто запускаю. И что ж, после запуска Minecraft мы можем видеть, что у нас слева снизу написано Optifine и наша игровая версия. Это обозначает, что Optifine у нас теперь работает, и в настройках графики у нас появилась кнопка шейдеры. Теперь мы можем их устанавливать. Ну что ж, друзья, на этом мы с вами и заканчиваем установку Optifine. Я надеюсь, что у вас всё получилось. Но если же всё же не получилось, то, во-первых, справа сверху в аннотациях вы видите появилось видео с решением различных ошибок с модами. Ведь Optifine тоже мод, и вам, скорее всего, те способы тоже могут помочь. И во-вторых, вы можете написать о своей проблеме в комментарии под видео. И также в описании под видео есть ссылки на наши социальные сети, на ВКонтакте и Телеграм, если вдруг у вас ВКонтакте недоступен. В общем, пишите туда, и мы вам поможем в любое время суток с вашими проблемами. Ну а пока я заканчиваю. Я попрошу вас поставить лайк, если видео вам было полезным. Ну и подписаться на канал, прожать колокольчик, ну и там все дела. А у микрофона был Энтендена. Я с вами прощаюсь, но прощаюсь ненадолго. Всем удачи!